И вот, продолжая данную тему, хотелось бы поделиться дальнейшими своими рассказами про жизнь в тайге, на ангаре. Именно там началось первое просветление, можно сказать, осознание. В прогулках по лесу, в прогулках по волшебному энергополю Земли стали приходить первые мои осознания. И такое впечатление, что кто-то диктовал информацию, и, конечно, я ее улавливала, как могла, воспринимала. Очень много пела песен русских народных вообще, я из чего вдруг не знаю, но очень много пела, находясь в лесу, прогуливаясь по лесу. То есть наша жизнь дает нам определенные события и определенных учителей в тот момент, когда мы максимально к этому готовы, когда происходит раскрытие нашего сознания, нашей души, и когда мы с вами начинаем быть готовыми и созреваем к тому, чтобы в нашу жизнь пришло новое знание, новая информация. Так вот, о чем вообще сказка Буратино, если быть внимательным и подумать, посмотреть вообще, о чем сказка Буратино. На самом деле Буратино это метафора деревянного бревна, человечка, который был деревом, поленом. И папа Карло, его учитель, его наставник, его отец, очень хотел, чтобы он стал человеком и дал ему азбуку. То есть как символ знания, как символ роста, развития, обучения. И о чем я сказала в предыдущем фрагменте видео, и как раз именно азбуку Буратино в первую очередь и продал. То есть наше человеческое сознание таково, что мы стремимся к развлечениям, к разного рода получениям удовольствий, и хотим эти удовольствия получать. И в чем-то мы очень похожи на этого неотесанного деревянного человечка, у которого сам он Буратино и родители Буратино, как в анекдоте. Поэтому мы должны каждый раз трудиться, не позволяя душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. И мы получаем в свой определенный момент жизни такое развитие самосовершенствия, которое необходимо именно нашей душе, именно нашему сознанию. Очень часто мы не хотим идти в школу, не хотим идти учиться дальше, мы предпочитаем начать работать, и многие люди хотят получать деньги, как можно раньше не получив, как они сейчас говорят, должного образования. Ну вот этот вопрос очень интересный, очень спорный, но на самом деле хочу вам сказать одно. Вселенная и, скажем, информационное поле Земли прекрасно знает вообще, какова наша природа. И мы получаем именно ту работу, именно то образование, как правило, которое поможет нам в будущем в той или иной степени освоить ту или иную работу, ту или иную деятельность. И вопрос вот этого профпредназначения, вопрос будущего, скажем, кем мы будем, что мы будем делать, в принципе, это самый главный вопрос, который люди до 40 лет, до 50 лет не всегда даже на него находят ответ. Я очень счастлива, что попала на литературный факультет. Училась я в школе, в принципе, вот, скажем так, что обыкновенно. И в силу вот этих вот переездов мы потом вернулись в Новокузнецк из города, где мы жили на Ангаре. И после того, как мы вернулись, я увидела большой город, я увидела совершенно других подростков. У меня произошел определенный переломный момент в восьмом классе. И вся моя школьная вообще история, она, в принципе, прошла мимо меня через вот этих людей, которых я, возможно, даже сознательно и не помню. Но так или иначе, они работали и трудились для того, чтобы мы стали людьми. То есть каждый из нас получал встречного учителя, максимально необходимого нам для того, чтобы мы освоили свой жизненный урок. И когда сейчас приходят, например, родители или люди говорят мне, вот у нас учительница плохая, вот она у нас дура, вот она у нас всякая там такая, раз такая. На самом деле, я всегда говорю одно. Мы получаем тех учителей, которых мы заслужили и которые максимально нам нужны для получения нашего жизненного урока. И это абсолютный факт. То есть, возможно, ребенок любит баловаться, он активный, и он получает очень строгую учительницу, конечно, он не будет ее любить. Но именно она формирует его характер. Или ребенок, наоборот, способный к воспринимать духовные знания и не только, способный к развитию самосознания, самосовершенствования, он получит учителя, который будет ему, возможно, больше другом и наставником. И, конечно же, учительствование – это своего рода такое достаточно непростое действие. Это непростая вообще стезя, которую ты получаешь, ну, вот, как знаете, все профессии от людей, как говорил Сократ, всего три от Бога. Учитель, врач, судья. И если разрушить именно эти три профессии, то мы с вами получим то общество, которое мы сейчас имеем. Прежде всего, учитель. То есть учитель, он дает первые жительные уроки. Если Буратино не понимает, то он получает жестких учителей, он получает таких, как Лиса Алиса, кот Базилио. Он садит свое дерево в стране дураков, видите, сколько метафоричных смыслов, для того, чтобы из него выросли деньги. И ему не надо было бы работать, а деньги бы капали. И он был бы счастливый, ничего бы не делал. Но, знаете, мораль сей басни такова, что эта мечта сейчас стала настолько внедренной в сознание людей, что можно, чтобы тебе деньги капали, а ты бы при этом ничего не делал. Ты бы нигде не капал, никуда. Свои действия бы твои не собирали. Это абсолютно, конечно, этапическая мечта. По той причине, что даже для того, чтобы выращивать пассивный доход, деньги капали вам в карман, нужно очень много потрудиться и, по крайней мере, интеллектуально даже понять, как работает биржа, как работает разного рода схема финансовая и так далее. То есть, в принципе, нужно очень много так или иначе трудиться и работать для того, чтобы потом деньги начали работать на себя. И это вообще непреложная истина. И вот, скажем, после того, как Буратино получает негативных учителей, после того, как учителя дают ему жесткие жизненные уроки, мы видим, что дальше, что он начинает осознавать самые главные человеческие ценности. Ценность дружбы, ценность семьи, ценность, в принципе, этих деревянных человечков и мира людей. И он узнает тайну. То есть, когда ему впервые открываются его духовные дары, он узнает величайшую тайну, которую хранила черепаха Тортила. И черепаха Тортила не отдавала ключик никому, потому что она знала, что ключик, отданный в злые руки, повлечет в этот мир еще больше зла, ведь его и так достаточно. И Буратино получил этот ключик, и, в принципе, он стал у нас потом осознанным, настоящим человеком. И когда он стал человеком, настоящим мальчиком, была его мечта, он стал помогать папе Карло, он стал помогать своим друзьям, он организовал свой творческий театр. То есть мы видим метафоричную историю, как развивается человеческая душа. Душа, которая у нас с вами очень сильно заблокирована, которая находится в определенном ограниченном понимании этого мира. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы мы с вами правильно относились и к учителям, которых нам дает Вселенная и мир, и к тому, что мы очень часто не готовы принимать уроки, и быть учениками, нам нравится быть вот такими вот деревянными человечками, и мы хотим каких-то легких путей. И видеть это, замечать и понимать это очень ценно. И очень важно, друзья мои, чтобы мы с вами научились выкристаллизовывать в своей душе высшие человеческие аспекты. Любовь, созидание, творение, семья, род, народ и так далее. То есть, когда вот эти наши ценности выкристаллизуются, тогда нам не нужно будет сажать дерево в стране дураков. Дерево, древо, сознание вырастет внутри нашего существа. И, конечно же, мы с вами тогда только сможем открыть вот этот вот, как говорится, сказочный волшебный мир с тем волшебным кораблем, на который всех мы можем отправиться в волшебную страну. И это все образы, символизм, который передает нам писатель Алексей Толстой в своей книге «Приключения Буратино». И, конечно же, читая эту книгу неоднократно своим детям, я очень хорошо ее, в принципе, запомнила. И она, как любое классическое произведение, отличается от того, что мы видим в виде мультиков, фильмов. То есть обязательно надо читать книги. Очень сильно развивает книга вот из такого детского трансформационного чтения. Это книга «Городок в табакерке». Это «Черная курица» про Алешу или жители, волшебные жители. Господи, я забыла, как название правильно звучит. Но вот «Черная курица» и история Алеши, как он получал обучение, когда из-за своего враньё и так далее погиб целый город, и его наказывали розгами. То есть это книга про мальчика, который жил в 18 веке. И, скажем так, тоже очень известная книга, классика, да, жанра. И очень много из такой вот настоящей литературы, которая учит истинным человеческим ценностям и тому, чего сейчас очень нам не хватает. Поэтому настоящий учитель – это тот, кто нам даёт свои ценности, и у которого они сформированы. Если учитель, извините меня, не настолько чист дышой и телом, не настолько он лицеприятного в жизни ведёт, то и научить, естественно, может только этому. Поэтому принцип, что внутри, то и снаружи, что вверху, то и внизу, гермеса, очень даже рабочий. Поэтому смотрите внимательно на тех учителей, которых вы встречаете в своей жизни. Смотрите внимательно на то, какие уроки, зачем вам даются эти ситуации. Принимайте, пожалуйста, то, что наши дети, наши маленькие дети – это как раз-таки наши крылья, и это наше будущее. И то, что сейчас происходит, вот эти колоссальные внедрения в их сознание. Элементарно выключайте рекламу, когда они смотрят телевизор. Можно нажать на беззвучный режим, потому что то количество дегенеративной информации, вливаемой в детские сознания, просто недопустимо. И мы в ответе за это. Мы в ответе за то, что они смотрят, наблюдая тикток. Не случайно он был, как говорится, закрыт. Мы в ответе за то количество времени, что они проводят, вообще в интернете маленькие дети, я имею в виду, потому что именно они – самые незащищенные слои населения. И мы в ответе за то, какое количество мы видим сейчас извращенцев и так далее, тема такая неприятная. Но так или иначе, то, что мы видим – это больная психика, это больное поломанное сознание. И мы должны уметь защищать своих детей, прежде всего, от поломанных психически нездоровых людей. И я вам от всей души рекомендую хотя бы это понимать и стараться где-то почитать вот эту книгу, почитать другую историю и даже самому образоваться через это, прочитав сказку своим голосом, своей речью на ночь, прочитав рассказ, вы найдете точки соприкосновения с своим ребенком, вы начнете с ним взаимодействовать. Это огромный вообще плюс в его жизни. И то, что дети уходят от нас вот в таком количестве непонятно куда, в деструкции, в разной форме извращений, в нарушений сознания, психики. Это все потому, что мы просто очень программируемые. Мы программируемые существа. Мы верим. У нас открытые глаза, открытые сердца. И мы смотрим, и мы это повторяем. И если детскому сознанию показывают какие-то странные окна Авертона, даже это уже не окна называются, а целые ворота, через которые льется помойная информация, то, конечно же, потом нечего на зеркало пенять, коль рожа крива, как говорится. Поэтому, друзья мои, мы помним все 90-е годы, мы помним, когда в стране была очень сильная наркомания, очень сильное спаивание населения. Я помню, как в моем классе, но огромное количество, включая моих двух-троюродных братьев, троюродных братьев, погибли люди от наркомании. Огромное количество людей пострадало, молодежи, подростков, детей. И то, что происходило, то, что видела я, когда я росла, и то, что я наблюдала непосредственно, будучи девочкой, подростком, которая гуляла в дворе, у которой были подруги всякого разного, как говорится, пошиба. И вот эти ранние половые связи, раннее взросление, раннее отдавание себя вот этому сатанинскому, можно сказать, игрегору, мы с вами можем на это повлиять. Я уверена в этом. Мы можем с вами как можно больше передавать позитивный, здоровый пример хотя бы тем, кто нас окружает, нашим детям, детям наших друзей, коллег, если мы работаем с ними. И в этом году я, в принципе, очень рада, что уже 20 лет я работаю в образовании, и уже 20 лет я так или иначе остаюсь там осознанно, именно потому в разных учреждениях, где я только не работала, и в доп. образовании, и в общем образовании. И зная всю его проблематику изнутри, понимая все, что происходит, так или иначе, я очень рада, что моя вибрация, моя энергия есть там, где есть дети. Это очень ценно. Даже вот я расчувствовалась. Поэтому то, что мы... Я всегда думала так, что если мои дети приходят к кому-то и не макажут помощь, то если ко мне придут дети, я могу им оказать помощь. И это очень важно. Потому что то, что мы видим сейчас, это отсутствие во многом, в принципе, квалифицированных кадров, мы видим проблематику большую, связанную с отсутствием, в принципе, хороших профессионалов, мы видим определенное негативное отношение к преподавателям, мы видим сформированную такую отрицательную тенденцию к образовательной среде, хотя именно образовательная среда это та среда, через которую проходят абсолютно все. И мы видим такое отрицательное воздействие на молодое поколение, которое не выбирает идти в образование, оно не выбирает быть наставниками, оно не выбирает помогать и передавать опыт, хотя есть души, которые именно для этого сюда пришли. И, как говорится, я бы очень хотела, и моя мечта, моя мысль о том, чтобы у нас развивалось социальное предпринимательство, чтобы у нас были доступные, хорошие, позитивные услуги, обучения, ну я не люблю слово услуги, именно образование доступное по какой-то доступной цене, где родители могли бы что-то оплачивать, но в их пределах возможностей. И таким образом это бы закрывало потребности того же учителя, у которого, ну скажем так, либо ему нужно брать столько часов, сколько он физически может вынести, либо он, ну просто как попало и наплевательски относится к этой своей работе. Поэтому я бы очень хотела, чтобы как можно больше было социальных предпринимателей. И в этом году я лично тоже вхожу в эти ряды, я открываю свое дело и ввожу специальные, доступные, развивающие занятия для детей по доступной цене в своем образовательном учреждении. И плюс у меня есть возможность консультировать и преподавать в своем городе, где я живу, и также онлайн, поэтому я пытаюсь сделать, скажем так, те возможные шаги, которые открыты и которые существуют, и которые, ну как нам приходится делать какой-то героический подвиг, то есть надо делать какое-то абсолютно что-то новое, то есть внедрять в сознание людей, что они ходят, платят врачу, допустим, да, они покупают лекарства. Точно так же здесь они платят человеку за то, что он работает полноценно, там развивает их детей, и какая-то часть, это оплачивается государством, но какая-то часть однозначно уже должна компенсироваться родителям, это сто процентов. Потому что, если говорить об уровне инфляции, об уровне нашего, скажем так, вот 20 лет я в этой сфере нахожусь, да, и мой, до смешного можно сказать, да, официальный оклад при высшем там категории и разряде, да, из 8 тысяч перешел в 11, там, 12, да, то есть это оклад, на который накладывается различные надбавки, какие-то проценты, ну, что-то там еще доплаты, но в любом случае это ненормально, то есть ненормально, когда основная нагрузка преподавателя находится ниже прожиточного минимума. Причем, если преподаватель имеет двух детей, там, и так далее, то есть детей личных, то это еще и плюс прожиточный минимум на детей. Соответственно, пока вот эта вот тенденция...